Арбузы и дыни Эти культуры обе являются бахчевыми, поэтому правомочно о них говорить вместе. Если говорить о качестве безопасности этих продуктов, то первый вопрос – это химические загрязнители, это пестициды и нитраты, которые, наверное, волнуют сегодня наших зрителей. Это точно. Причем я сразу хочу сказать, потому что у меня, как у доктора, тоже много вопросов, их мне задают. Самый главный вопрос следующий. Ранние арбузы, да, вот ранние. Насколько правду говорят о том, что вот подождите с ними, не торопитесь. Вот у нас обычно в наших краях первые арбузы появляются чуть ли не в начале июля. А все говорят, давайте не будем рисковать с первыми, там туда что-то досыпали. Давайте подождем уже конца августа, сентября, тогда будет безопаснее. Насколько это правильно? И вообще, на что я должен ориентироваться, чтобы не рисковать? Смотрите, если мы говорим о нитратах и боязни первых ранних арбузов, это абсолютно правильно. Действительно, растения поглощают нитраты ионы из почвы, превращают их в аминокислоты и строят из них белки. Чем больше в овощи или фрукте жидкость среды, сока, тем больше там нитратов. Это правда. Чем больше дозревший продукт, тем меньше нитратов. Эти нитраты ионы превращаются в аминокислоты и выстраиваются в ожи белки. В созревших бахчевых культурах меньше нитратов, чем в растущих и молодых. Период созревания дынь и арбузов для юга Украины и России сегодня – это середина июля. Для северных регионов – конец июля. Это период, когда уже можно начинать есть безопасные бахчевые культуры. Критерием созревания культуры для вас, когда вы выбираете продукт, является сухой хвостик. Как он там трещит, этот арбуз? Как выглядит эта дынька? Какие она звуки раздает при постукивании? Это все неважно, эти методы не работают и никогда не работали. Не работают приведительно к понятию безопасности, я правильно понимаю? Возможно, чтобы он был красненький, вкусненький, или все-таки не работает вообще? Не работает вообще. Дозревший продукт – бахчевая культура, у которой уже высох хвостик. Она уже отсоединилась от кореневой системы и начинает накапливать сахара. Понятно. Вопросы есть, друзья мои? Волнует вот какой момент. Сейчас очень много гаджетов, и говорят, есть такая вещь, которую можно там вставить в арбуз и определить, сколько в них пестицидов. Посоветуйте что-нибудь. Гаджеты, которые определяют пестициды, не работают. А если говорят, что они работают, то неправда. Вот за что я люблю экспертов в международных организациях, у них очень конкретные ответы на вопросы. Да или нет? Нет. Да, еще вопросы? Да. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте знакомить ребенка с арбузами и дынями? К сожалению, я не доктор, я думаю, лучше обратиться с таким вопросом к доктору. Это ко мне. Замечательно, это ко мне. Самое главное, друзья мои. Первое, я вам рекомендую вообще всячески слово арбуз, тогда, когда есть свежие и сочные арбузы, это замечательный вариант питья. Питья. То есть вот ребенка с кишечной инфекцией напоить очень сложно, арбузом можно. Это замечательно. Это очень много калия. Это прекрасный способ закаливания, когда вы арбуз достали из холодильника, порезали на кусочки, и он эти кусочки ест. Это формирование местного иммунитета на соглотке. Поэтому это я вам всячески рекомендую. Я считаю, что если арбуз дается в то время, когда у него, как сказал эксперт, сухой хвостик, да, то после года совершенно спокойно можно знакомить ребенка с этим вкусом. Да. Да, еще вопросы. А вот скажите, пожалуйста, сколько ребенку в принципе можно давать арбузов и дынь? Вот арбузы, они же почегонные. Есть какое-то ограничение, сколько можно кушать в день, в сутки? Понимаете, у нас всегда очень сложно отвечать нашим родителям на вопрос сколько. Потому что если я скажу, ну ребята, с точки зрения здравого смысла, ну не надо объедаться, то есть тут не дай бог скажешь, что можно сколько съест, то он же будет питаться одними арбузами. Друзья мои, на самом деле главное, не перегибать палку. Понимать, арбузы это не вполне все-таки еда. Клетчатки мало, сока много. Это реальный вариант питья, это не заменитель еды, это закуска. В жару, когда особо есть не хочется, холодный арбуз, это просто замечательно, но это сладкое. Если ребенок много ест сладкого, что должно быть? Возможность двигательной активности. Если ребенок хорошо себя чувствует, прыгает, скачет, ест арбуз, никаких проблем не возникает. Откуда я, бедный доктор, знаю, сколько вашему ребенку надо съесть, чтобы хорошо себя чувствовать? Я считаю, я считаю, что если это будет вот такой арбузик, и он его за день, сфотографировали размер, да? Вот такой, размер с детскую голову, его голову, вот такой арбузик, он за день может съесть, ничего с ним плохого не будет. А дальше уже включается ваш здравый смысл. Юль, тем не менее, вопрос, с точки зрения нитратовой безопасности, что все-таки безопаснее дыня, арбуз? Есть принципиальная разница? Дыня. Безопаснее дыня, потому что принцип такой, больше нитратов в продуктах, где больше влаги сока в арбузе, большая доля влаги, а в дыне большая доля сухих веществ. Как вы относитесь к разговорам о взаимосвязи качества и безопасности с толщиной корки? Это вообще сортовая особенность арбуза, и она не говорит ни о качестве, ни о безопасности. А вообще, насколько правомощный разговор о том, что пестициды или некие химикаты, которыми обрабатываются уже растущие ягоды, плоды, они через кожуру проникают в мякоть, и чем толще кожура, тем это безопаснее? Или все-таки это разговор? Они не проникают практически в мякоть, мы не найдем, но очень сложно найти в лаборатории следовое количество пестицидов в арбузе, в самой мякоти, на поверхности оболочки. Есть какие-то предпочтения по сортам арбузов и дынь, но они очень отличаются, особенно, вот знаете, на мой вкус, да, арбузы очень близки по вкусовым качествам, но дыни принципиально разные. Вот опять-таки, меня всегда несколько смущает некий продукт, да, который выращен за 3-9 земель, привезен сюда и 2 месяца не гниют. Вот, вы можете раскрыть тайну, как это происходит? Ну, арбузы и дыни гниют в течение 2 месяцев. Ну, у меня иногда впечатление, что не гниют, потому что я вижу, как рядом с моим домом, да, приехала машина, и вот куча лежит этих арбузов, продается, и я не вижу, как в течение месяца приезжают следующие машины. Она все продается и продается, продается и продается, и я не могу понять, с точки зрения моих представлений о биологии, как может продукт не испортиться за месяц. Это особенность современных сортов. Пищевая индустрия выставляет требования, чтобы продукт долго хранился, никто не хочет нести затраты на то, что продукт пропал. Это генетика или химия? Это генетика. То есть это селекция таких сортов, которые... На сегодняшний день нет химических веществ, при покрытии которыми арбуза помогло бы сохранить их дольше. Это универсальное правило для любых фруктов? Для банана это тоже работает? Извините, что не по теме. Для банана это не работает, для абрикосов, сушин, для сухофруктов работает. То есть для некоторых пищевых продуктов есть некие химические компоненты, которые могут быть нанесены и сохранить их в целости и сохранности. Да, но для бахчевых культур на сегодняшний день нет. Замечательно. Но если кто-то знает, скажите. Во многих книгах о диетическом питании я встречала замечания о том, что дыни несовместимы с любым другим продуктом. И нужно именно дыню выделять как продукт и давать два интервала до еды и после еды ее принимать отдельно. Юля, я знал, что они об этом спросят. Я знаю, опять-таки, у нас, Юлечка, эксперт по безопасности. Я могу сказать тоже, как эксперт по безопасности, что если вы съедите дыню с чем-то еще, ничего страшного с вашим организмом не будет. Знаете, если вам очень долго внушать, что с дыней ничего нельзя, и как только вы что-то еще с дыней съедите, вам будет очень плохо, то вам таки обязательно будет очень плохо. Поэтому главное не перегибать палку, дыня вполне совместима в качестве закуски с другими продуктами. Хотя, конечно, ряд диетологов, для которых диетология это религия, а не питание, да, они со мной категорически не согласятся. Да, еще вопросы? И все-таки, Юля, я попрошу вас, можете перечислить признаки, чтобы определить, что нитратов много? Белая кожура, косточка не черная, еще какие-то признаки основные, два-три. Спасибо. Все это на самом деле выдумки, и, к сожалению, нет признаков, по которым вы внешне можете определить количество нитратов. Дозревший продукт – мало нитратов, то есть уже все свободные нитраты перестраиваются в аминокислоты и в белок. Продукт дозрел. Других признаков нет, и просто эта тема окутана мифами. Значит, еще раз, друзья, давайте тебе самое главное, что я для себя понял в этой теме. Продукты безопасны, если они созревшие. Как определить несозревшее? Ну как? Оно невкусное, правильно? Поэтому, ребят, у нас же сплошь и рядом принесли арбуз, разрезали, попробовали, не сладкий, никакой, говорят, трава. Но деньги потрачены, что будем делать? Есть. Есть. Ребят, ну если оно невкусное, ну идите, покупайте другое на другой арбузной куче в другом магазине. Ну не повезло вам вот с покупкой, понятно? Все, Юль, тем не менее, вот это понятие зрелый, незрелый, сладкий, несладкий, все это достаточно субъективно. Могу ли я как-то автоматизировать этот процесс? Есть ли некие приборы, которые позволят мне, или устройства, гаджеты, которые позволят мне ответить на вопрос, много нитратов, мало нитратов? Да, есть домашние нитрат-тестеры, они довольно показывают точные показатели, но у них есть погрешность 10-15%. Насколько бы домашний тестер не был дорог, классен и все остальное, он показывает погрешность. Главное, пользоваться им правильно. Большая ошибка, что когда мы покупаем дорогой нитрат-тестер, мы его втыкаем в шкурку, смотрим, о, превышение показателей, классный, я купил классный аппарат. Но к нитрат-тестерам идут вот такие F1, как ими пользоваться. И если ими пользоваться по правилам, то есть разрезал продукт, померял мякоти, а не втыкнул в шкурку и сразу показало превышение, если его периодически чистить, окунать в дистиллированную воду, тогда все будет окей. То есть нитрат-тестерами есть смысл домашнего пользоваться. Спасибо, замечательно. Я, кстати, добавлю, может кто-то не знает, на Евросоюзе не мерят количество нитратов в бахчевых культурах. Вообще нет такого норматива еще с 2002 года. Ну то есть их меряют только в Украине, Беларуси и в России, потому что это классный метод определения для коррупции. Ну, количество нитратов на самом деле разрешено в сутки употреблять гораздо больше. В Евросоюзе норма для листовых салатов, ну это не норма, это такое, рекомендованное, 2000 миллиграмм на килограмм продукта. А у нас 200 миллиграмм на килограмм продукта где-то. Ну что ж, друзья, спасибо, что вы были с нами. Спасибо вам большое, Юля. Мы теперь знаем правила безопасности, связанные с дынем и арбузами. Мы встретимся ровно через неделю. Будьте здоровы! Итак, друзья, поговорим сегодня о школе. О том, как сделать так, чтобы количество детей, которые пришли в школу здоровыми, через 10 лет было уж точно не меньшим. Поможет нам в этом большой специалист в школьных вопросах. Владимир, здравствуйте, спасибо, что вы с нами. Я всегда не мог понять, почему ботаника и география внутри класса. Почему не на свежем воздухе. Дорогие друзья, прекрасно иметь дело с адекватными здравомыслящими родителями. Подписывайтесь на наш канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!